Крест. Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, наступанную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку. В обеих руках священник нес ведра дымящегося пойла для своих коз, запертых в низеньком темном сарае. Коз было три – Машка, Элла и Тоня. Клички были выбраны умело, с различными согласными звуками. Обычно на его зов откликалась только та коза, которую он звал. Утром же, в час раздачи корма, козы блеяли беспорядочно и с тошными голосами, просовывая по очереди мордочки в щель двери сарая. Полчаса назад слепой священник подоил их в большой подойник и отнес дымящееся молоко домой. В дойке он часто ошибался в вечной своей темноте. Тонкая струйка молока падала мимо подойника. Не слышно. Козы тревожно оглядывались на свое собственное молоко, выдаянное прямо на землю. А, быть может, и не оглядывались. Ошибался он часто не только потому, что был слеп. Раздумия мешали не меньше. И, равномерно сжимая теплой рукой прохладное вымя козы, он часто забывал сам себя и свое дело, думая о своей семье. Ослеп священник вскоре после смерти сына, красноармейца химической роты, убитого на Северном фронте. Глаукома, желтая вода резко обострилась, и священник потерял зрение. Были у священника и еще дети, еще два сына и две дочери. Но этот, средний, был любимым и как бы единственным. Козы. Уход за ними, кормление, уборка, дойка – все это слепой делал сам. И эта отчаянная и ненужная работа была мерой утверждения себя в жизни. Слепой привык быть кормилицем большой семьи, привык иметь дело и свое место в жизни, не зависеть ни от кого, ни от общества, ни от собственных детей. Он велел жене тщательно записывать расходы на коз и записывать приход, получаемый от продажи козьего молока летом. Молоко козье покупали в городе охотно. Оно считалось особо полезным при туберкулезе. Медицинская ценность этого мнения была невелика. Не больше, чем известные рационы мяса черных щенят, рекомендованного кем-то для больных. Слепой и его жена пили молоко по стакану. По два в день. И стоимость этих стаканов священник тоже велел записывать. В первое же лето выяснилось, что корма стоят гораздо дороже, чем вырученное молоко. Да и налоги на мелких животных были не так уж мелки. Но жена священника скрыла правду от мужа и сказала ему, что козы приносят доход. И слепой священник благодарил Бога, что нашел в себе силы хоть чем-нибудь помочь своей жене. Жена его, которую до 1928 года все в городе звали матушкой, а в 1929 перестали городские церкви, были почти все взорваны. А холодный собор, в котором молился когда-то Иван Грозный, был сделан музеем. Жена его была когда-то такая полная, толстая, что собственный ее сын, которому было лет шесть, капризничал и плакал твердя. Я не хочу с тобой идти. Мне стыдно. Ты такая толстая. Она давно уже не была толстая. Но полнота, нездоровая полнота сердечного боленого, сохранялась в ее огромном теле. Она едва ходила по комнате, с трудом двигаясь от печки в кухне до окна в комнате. Сначала священник просил почитать ему что-нибудь, но жене все было некогда. Оставалось всегда тысяча дел по хозяйству. Надо было сварить пищу, еду себе и козам. В магазины жена священника не ходила. Небольшие ее закупки делали соседские дети, которым она наливала козьего молока и рисовала в руку леденец какой-нибудь. На шестке русской печи стоял котел, чугун. Как называют такую посуду на севере. Чугун был с отбитым краем. И край был отбит в первый год замужества. Кипящее пойло для коз выливалось из чугуна через отбитый край и текло на шесток и капало шестка на пол. Рядом с чугуном стоял маленький горшок с кашей. Обед священника и его жены. Людям было нужно гораздо меньше, чем животным. Но что-нибудь нужно было ей людям. Дел было мало. Но женщина слишком медленно передвигалась по комнате, держась руками за мебель. И к концу дня уставала так, что не могла найти в себе сил для чтения. И она засыпала, а священник сердился. Он спал очень мало, хотя и заставлял себя спать. Спать! Когда-то его второй сын, приехавший на побывку и огорченный безнадежным состоянием отца, спросил, волнуясь. Папа, почему ты спишь и днем, и ночью? Зачем ты так много спишь? Дурак ты, ответил священник. Ведь во сне-то я вижу. И сын до самой своей смерти не мог забыть этих слов. Ради обещания переживала тогда свое детство. У любителей скрепили детекторные приемники. И никто не осмеливался зацепить заземление за батарею, отопление или телефонный аппарат. Священник только слышал о радиоприемниках. Но понимал, что разлетевшиеся по свету его дети не смогут, не сумеют собрать денег даже на радионаушники для него. Слепой плохо понимал, почему несколько лет назад они должны были выехать из комнаты, в которой жили больше 30 лет. Жена шептала ему что-то непонятное, взволнованное и сердитое своим огромным беззубым ртом. Жена никогда не рассказывала ему правды. Как милиционеры выносили из дверей их несчастной комнаты поломанные стулья, старый комод и ящик с фотографиями, чугуны, горшки и несколько книг остатки когда-то огромной библиотеки и сундук, где хранилась последняя золотой наперстный крест. Слепой ничего не понял. Его увели на новую квартиру, и он молчал и молился про себя Богу. Кричащих коз отвели на новую квартиру. Знакомый плотник устроил коз на новом месте. Одна коза пропала в суматохе. Это была четвертая коза – Ира. Новые жильцы этой квартиры на берегу реки, молодой городской прокурор с женой вдали в гостинице «Центральная», пока их известят, что квартира свободна, в комнату священника вселяли слесаря с семьей из квартиры напротив. А две комнаты слесаря шли прокурору. Городской прокурор никогда не видел и не увидел ни священника, ни слесаря, на живом месте которых он селился жить. Священник и его жена редко вспоминали прежнюю комнату. Он потому, что был слеп, а она потому, что слишком много горя пришлось ей видеть на той квартире. Гораздо больше, чем радости. Священник никогда не узнал, что его жена, пока могла, пекла пирожки и продавала на базаре, и все время писала письма разным своим знакомым и родственникам, прося поддержать хоть чем-нибудь ее и слепого мужа. И случалось, деньги приходили, небольшие деньги. Но все же на них можно было купить сено, жмых для коз, внести налоги, заплатить пастуху. Коз давно надо было продать. Они только мешали. Но она боялась об этом и думать, ведь это было единственное дело ее слепого мужа. И она, вспоминая, каким живым, энергичным человеком был ее муж до своей страшной болезни, не находила в себе сил заговорить с ним о продаже коз. И все продолжалось по-прежнему. Писала она и детям, которые давно уже выросли, имели собственные семьи, и дети отвечали на ее письма. У всех были свои заботы, свои дети. Впрочем, отвечали не все дети. Старший сын давно, еще в 20-х годах, отказался от отца. Тогда была мода отказываться от родителей. Немало известных впоследствии писателей, поэтов, начали свою литературную деятельность заявлениями подобного рода. Старший сын не был ни поэтом, ни негодяем. Он просто боялся жизни и подал заявление в газету. Когда его стали донимать на службе разговорами о социальном происхождении. Пользы заявление не принесло. И свое каиного клеймо он проносил до гроба. Дочери священника вышли замуж. Старшая жила где-то на юге. Деньгами в семье она не распоряжалась. Боялась мужа. Но писала домой часто слезные письма, полные своих горестей. И старая мать отвечала ей, плача над письмами дочери и утешая ее. Старшая дочь ежегодно посылала матери посылку в несколько десятков килограмм винограда. Посылка с юга шла долго. И мать никогда не написала дочери, что виноград всякий год приходит испорченный. Из всей посылки только несколько ягодок могла она выбрать мужу и себе. И всякий раз мать благодарила, униженно благодарила и стеснялась попросить денег. Вторая дочь была фельдшером. И после замужества, мизерное свое жалование, вознамерилась она откладывать и посылать слепому отцу. Муж ее, профсоюзный работник, одобрил ее намерение. И месяца три сестра приносила свою получку в родной дом. Но после родов она работать не стала, и день и ночь хлопотала около своих двойняшек. Скоро выяснилось, что муж ее, профсоюзный работник, запойный пьяница. Служебная карьера его быстро шла вниз, и через два года он оказался агентом снабжения. Да и на этой работе удержаться он долго не мог. Жена его с двумя малыми детьми, оставшись без всяких средств к жизни, снова поступила на работу и билась как могла, содержа на жалование медицинской сестры двух маленьких детей и себя. Чем она могла помочь своей старой матери и своему слепому отцу? Младший сын был не женат, ему бы и жить с отцом и матерью, но он решил попытать счастье в одиночку. От среднего брата осталось наследство – охотничье ружье, почти новенький бескурковый заур. И отец велел матери продать это ружье за 90 рублей. За 20 рублей сыну сшили две новые сатиновые рубашки и толстовки, и он уехал к тетке в Москву и поступил на завод рабочим. Младший сын посылал деньги домой, но по малу, рублей по пяти, по десяти в месяц. А вскоре за участие в подпольном митинге он был арестован и выслан, и след его затерялся. Слепой священник и его жена вставали всегда в шесть часов утра. Старая мать затапливала печку, слепой шел доить коз. Денег не было вовсе, но старой женщине удавалось занять в долг несколько рублей у соседей. Но эти рубли надо было отдавать, а продавать было уже нечего. Все насильные вещи, все скатерти, белье, стулья – все уже было давно продано. Променено на муку для коз и на крупу для супа. Оба обручальные кольца и серебряная шейная цепочка были проданы в Торксине еще в прошлом году. Суп только по большим праздникам варился с мясом, и сахар старики покупали только к празднику. Разве зайдет кто-нибудь, сунет конфетку или булку? И старая мать брала и уносила в свою комнату, и совала в сухие нервные, беспрерывно двигающиеся пальцы слепого своего мужа. И оба они смеялись и целовали друг друга, и старый священник целовал изуродованные домашней тяжелой работой опухшие, потрескавшиеся, грязные пальцы своей жены. И старая женщина плакала и целовала старика в голову. И они благодарили друг друга за все хорошее, что они дали друг другу в жизни, и за то, что они делают друг для друга сейчас. Каждый вечер священник вставал перед иконой, и горячо молился, и благодарил Бога еще и еще за свою жену. Так делал он ежедневно. Бывало, что он не всегда становился лицом к иконе. И тогда жена сползала с кровати и, охватив его руками за плечи, ставила лицом к образу Иисуса Христа. И слепой священник сердился. Старуха старалась не думать о завтрашнем дне. И вот наступило такое утро, когда козам было нечего дать. И слепой священник проснулся и стал одеваться, нашаривая сапоги под кроватью. И тогда старуха закричала и заплакала, как будто она была виновата в том, что у них нечего есть. Слепой надел сапоги и сел на свое клеенчатое заплатанное мягкое кресло. Вся остальная мебель была давно продана, но слепой об этом не знал. Мать сказала, что подарила дочерям. Слепой священник сидел, откинувшись на спинку кресла и молчал. Но растерянности не было в его лице. «Дай мне крест», – сказал он, протягивая обе руки и двигая пальцами. Жена доковыляла до двери и заложила крючок. Вдвоем они приподняли стол и выдернули из-под стола сундук. Жена священника достала из деревянной коробки с нитками ключик и отперла сундук. Сундук был полон вещей. Но что это были за вещи? Детские рубашки сыновей, дочерей, связки пожелтевших писем, что сорок лет назад писали они друг другу, венчальные свечи, воск с узора давно уже осыпался, клубки разноцветной шерсти, связки лоскутков для заплат. И на самом дне два небольших ящика, в каких бывают ордена или часы или драгоценные вещи. Женщина тяжело и гордо вздохнула, выпрямилась и открыла коробку, в которой на атласной, новенькой еще подушке, лежал наперстный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа. Крест был красноватый, червонного золота. Слепой священник ощупал крест. «Принеси топор», — сказал он тихо. «Не надо, не надо», — зашептала она и обняла слепого, пытаясь взять крест у него из рук. Но слепой священник вырвал крест из узловатых пальцев своей жены и больно ушиб ей руку. «Неси», — сказал он, — «неси». «Разве в этом Бог?» «Я не буду». «Сам». «Если хочешь». «Да». «Да». «Сам». И жена священника, полубезумная от голода, заковыляла в кухню, где всегда лежал топор и лежало сухое полено для лучины, чтобы ставить самовар. Она принесла топор в комнату, закинула крючок и заплакала без слез криком. «Не гляди», — сказал слепой священник, укладывая крест на полу. Но она не могла не глядеть. Крест лежал вниз фигуркой. Слепой священник нащупал крест и замахнулся топором. Он ударил, и крест отскочил и слегка зазвенел на полу. Слепой священник промахнулся. Священник нашарил крест и снова положил его на то же самое место и снова поднял топор. На этот раз крест согнулся, и кусок его удалось отломить пальцами. Железо было тверже золота. Разрубить крест оказалось совсем нетрудно. Жена священника уже не плакала и не кричала, как будто крест, изрубленный в куски, перестал быть чем-то святым и обратился просто в драгоценный металл, вроде золотого самородка. Она торопливо и все же очень медленно завертывала кусочки креста в тряпочки и укладывала их обратно в коробку. Она надела очки и внимательно осмотрела лезвие топора. Не осталось ли где золотых крупинок? Когда все было спрятанное, в сундук поставлен на место, священник надел свой брезентовый плащ, шапку, взял подойник и пошел через двор около длинной доски доить коз. С дойкой он запоздал. Уже был белый день, и давно открыты магазины. Магазины Торксина, где торговали продуктами на золото, открывались в 10 часов утра.